В МГУ хотят провести скрипальские чтения. В МГУ хотят провести скрипальские чтения. 16.55. Москва, Тримария Новости. Первые скрипальские чтения могут пройти на факультете политологии Московского государственного университета, МГУ. Информация о проведении мероприятия появится в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета. Ранее член научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о проведении вузи первых скрипальских чтений. По его словам, на мероприятия приглашены Александр Петров и Руслан Баширов. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета политологии, проведение такого мероприятия не исключено, на него будут приглашены специалисты, изучающие информационные войны. Это инициатива Андрея Викторовича, Маной Ларет. В целом, проведение подобных мероприятий не возбраняется. Планируется провести научное мероприятие, куда будут приглашены представители научного сообщества, специализирующиеся на изучении информационных войн, заявил собеседник агентства. По его словам, главная цель такого мероприятия получить и поделиться знаниями в области изучения информационных войн. Будет проведен круглый стол на факультете. На неделе сделаем анонс с датой мероприятия и его участниками. Эти мероприятия проводятся в рамках продолжения изучения специализированного курса Андрея Викторовича, добавил он. В пресс-службе вуза уточнили, что Баширова и Петрова на мероприятии не ждут. 5 ноября 2018 года, 14.54. В Салсбери вновь откроется ресторан, где обедали Скрипали в день отравления. В Салсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер Груз Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за газизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипали веществом А-234 причастное российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Донстер Джесс скончалась в окружной больнице Салсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом, что и у. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипали в Фаренофис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе и о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали. 17 февраля, 15-3. На соборе в Салсбери повесили российский флаг. Экс-глава британского МИД Борис Джонсон обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вина Москвы ошеломляющие. Обвинения оказались сложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаля и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипаля был сделан, в частности, на основании собственных оценок информации. Продолжение следует...